Праздничная атмосфера Нового года в стенах областной детской клинической больницы прошел настоящий праздник. Главное веселье устроили миньоны, которые сделали ребят своими шпионами. Они помогали Деду Морозу найти подарки. Ну и какой праздник без снегурочки и снеговика? Мы пришли, чтобы подарить хотя бы немножечко новогоднего настроения деткам данной больницы. Поздравить их и подарить подарки от Дедушки Мороза. Ну мы очень любим дарить радость деткам и хотим в этот день тоже немножечко тепла донести каждому ребенку. Чтобы быть частичкой данного мероприятия. Михаил Шилин уже закончил курс лечения. В этом году он лежит в больнице второй раз. Мальчик – постоянный гость пульмонологического отделения уже пять лет. Он, как и все мальчишки, больше всего любит уроки физкультуры, хотя у него есть определенные ограничения. Еще мечтает о конструкторе лего. Но в письме Деду Морозу Михаил написал самую заветную мечту. Чтоб я не болел. Мама Миши признается, праздник ей понравился. Она уверена, такие мероприятия для детей надо проводить как можно чаще. Здесь дети лежат с серьезными заболеваниями, которые немножко ограничены по своим заболеваниям, ограничены по времени, по посещениям. И мы очень довольны, что такие мероприятия периодически проходят. То есть дети у нас, да, они заняты, они как-то отвлекаются, они участвуют в мероприятиях. Песочное и бумажное шоу, интерактивная программа с аниматорами, фотобудка и еще много интересного провели для пациентов ОДКБ волонтеры из Москвы. Это уже второе мероприятие, которое организуют ребята в стенах больницы. Первым стал праздник для детей онкологического отделения «Я люблю тебя, жизнь». Новый год решили провести для каждого маленького пациента. Очень важно, когда ты болеешь, чтобы вот был человек, были люди, которые тебя поддерживают, дарят тебе вот эту радость, тепло, заботу. И ты не сидишь в унынии от болезни, а стараешься выздороветь и радуешься. Вот эта любовь, она ведь согревает. В областной детской клинической больнице проходит лечение детей со всего региона. В среднем это 360 человек. 11 отделений. Дольше всего лечатся в онкогематологическом. Эти пациенты не смогли сами присутствовать на празднике, поэтому праздник пришел к ним. Главный врач больницы Инна Лебедева признается, для детей с самыми разными заболеваниями больница дарит не самые хорошие воспоминания. Поэтому общая задача – скрасить их пребывание в медучреждении. Ребенок у нас пребывает в любой больнице, когда он пребывает, он же испытывает стресс. Он испытывает стресс, он испытывает душевные переживания. Поэтому, естественно, то есть все, что создается ему с добром, с теплом, с пожеланиями, хороших эмоций, это его отвлекает от не совсем хороших мыслей. То есть это убирает у него страх, страх перед медицинскими какими-то манипуляциями. В завершении праздника каждый пациент получил новогодний подарок, но самое главное, что не по-детски серьезные лица ребят озарила искренняя улыбка.